Обычно заседания волосного собрания ИХВИ проходят в достаточно деловой форме и оперативно. А ведь еще год-полтора тому назад ситуация была иной. Вотумы недоверия следовали один за другим. Тогдашняя власть, попав теперь в оппозицию, видимо, пытается работать прежними методами. А чем иначе объяснить, что на прошлом заседании они громко анонсировали вотум недоверия помощнику волосного старейшины Вадиму Ивлееву, а на прошедшем вчера заседании было предложено этот вотум не обсуждать. В данном случае испортил все не квартирный, а мусорный вопрос. Якобы повышение цены на вывоз отходов волоси было проведено без должных согласований и экспертиз, а теперь Ивлеев проведет повторную оценку и резко переменится к лучшему. Заместитель председателя волосного собрания Дуарт Рая так прокомментировал нам эту ситуацию. Ну, я думаю, что, в принципе, это было предсказуемо, все это дело, по большому счету. Это было больше как бы со стороны оппозиции, мне кажется, психологическим ходом. А в целом, могу так сказать, что, несмотря на то, что вменялось, по поводу чего был обозначен вотум недоверие, я не буду повторяться, я уверен, что экспертная оценка, в принципе, покажет всю правоту действий, и особого изменения на это не будет, я имею в виду, в плане экспертной оценки. В целом же, по словам Дуарда Рая, позиция привыкла создавать шумовые помехи конструктивной работе волосного собрания, не проявляя при этом заметной активности по решению конкретных вопросов и внесению конкретных предложений. Я думаю так, я могу так честно хочу сказать, что я сам в своей жизни всегда концентрировался на работе, да, когда сотрясание воздуха, ну, лично для меня считается, это абсолютно неправильно. Я могу только одно сказать, что желая, чтобы все-таки так называемая, да, вторая половина стола, или как они себя любят называть, оппозиция, они все-таки сконцентрировались на работе, потому что, например, скажу только одно, когда было чтение двух бюджетов, ну, бюджета, скажем, первое и второе, ну, со стороны оппозиции на заседании комиссии нашей хозяйственно-бюджетной я ни одного предложения не слышал. Вот, все, в принципе, предложения поступали только со стороны, ну, нашего блока. И еще бы хотел бы просто обратить внимание, может быть, все-таки той же самой оппозиции, чтобы они сконцентрировались, смотрели, какие у нас проекты сейчас намечены, как они притворяются в жизнь, в принципе, если мы посмотрим, в прошлом году все проекты были сделаны в срок, да, а выискивать, как сказать, недостатки, вот такие вот, ну, заниматься как бы мышиной возней, я бы не рекомендовал, ну, несерьезно. Однако мышиная возня продолжается, и оппозиция нацелила свой очередной удар на волосного старейшину Эдуарда Эаста, которому был передан список вопросов от оппозиции, и на которые он должен будет к следующему заседанию ответить.